Элегантная вселенная, супер струны, скрытые размерности и поиски окончательной теории Автор Брайан Грин Я покупал в начале десятых годов три книги по теории струн Это теория струн и скрытые измерения вселенной Шин Таньяу и Стив Надис А также Бартон Цвибах, начальный курс теории струн Я прочитал из этих трех книг только одну Остальные две я пролистал Ввиду того, что эта книга содержит минимальное количество формул И максимальное количество текста Который поясняет в чем суть теории Кратко о чем теория струн Что у нас в нашей вселенной, в нашем мире не четыре измерения Это три измерения геометрических и одно измерение это время А одиннадцать измерений Но эти измерения они свернуты и представляют собой струны, которые очень маленькие Допустим они там десять в минус тридцать первой степени метра Это доли нанометра Нанометр или еще меньше Но эти струны колеблются, они во-первых колеблются на разных частотах А во-вторых они разной длины И за счет этого, за счет того, что они свернуты Во-первых мы их не видим, мы не можем их обнаружить Потому что кент до сих пор таких приборов, которые Которые можно было бы обнаружить Но их можно рассчитать математически И коротко автор Коротко, насколько это возможно Для полного, достаточно полного понимания сути этой теории Автор Брайан Грин в книге «Элегантная вселенная» Рассказывает нам про теорию струн Давайте я коротко зачитаю оглавление Всего книга разделена на 5 частей И 15 глав Первая глава называется «Связанная струной» И рассказывает о том, как ученые пришли к теории струн То есть, насколько это возможно подробно рассказывает о том, как возникла эта идея Далее Дилемма пространства, времени и квантов Теория струн – это является ответвлением или продолжением квантовой теории И когда разработчики квантовой теории Они зашли в тупик Пытаясь объяснить какие-то необъяснимые на текущем уровне теории взаимодействия Они начали, во-первых, вводить новые, допустим, лептоны, кварки и другие микрочастицы А во-вторых, подумали, а вдруг там не только частицы, но и что-то еще И вот размышление о том, а что же еще может быть в нашем мире привело их к тому, что есть еще какие-то взаимодействия Еще какие-то частицы и даже не частицы И они назвали, не имея какого-то специального аппарата, они назвали это струнами Так как называется, допустим, струна в щепковых инструментах, арфа, гитара и так далее Глава вторая из второй части называется «Пространство, время и взгляд наблюдателя» Но мы помним, что по квантовой теории мир создан наблюдателем Глава третья – об искривлениях и волнистой ряби Глава четвертая – микроскопические странности Глава пятая – необходимость новой теории, общая теория относительности против квантовой механики Третья часть – космическая симфония Шестая глава – только музыка или суть теории суперструн Глава семь – супер в суперструнах Супер – это приставка к таким словам, как суперсимметрия Супер – партнеры Суперпозиция То есть это понятие из квантовой теории Восьмая глава Измерений больше, чем видит глаз То, о чем я говорил в самом начале видео, в самом начале обзора О том, что количество измерений не 3 пространственных измерений и одно временное А – 11 Глава девять – дымящееся ружье Экспериментальные свидетельства Четвертая часть – теория струн и структура пространства-времени Глава десятая – квантовая геометрия Глава одиннадцатая – разрывая ткань пространства Глава двенадцатая – за рамками струн в поисках М-теории Глава тринадцатая – черные дыры с точки зрения теории струн и М-теории Глава четырнадцатая – размышления о космологии Часть пятая – единая теория в 21 веке Напомню, что единую теорию пытался создать еще Эйнштейн И опять же ходят такие рассуждения, что он ее создал Она его ужаснула и он уничтожил все документы, которые были у него с расчетами Глава пятнадцатая – это перспективы Также есть словарь научных терминов, рекомендуемая литература и предметный указатель О чем хотелось бы покритиковать эту книгу Покритиковать даже эту теорию струн Почему когда ученые не могут что-то объяснить Они начинают вводить какие-то новые параметры, какие-то новые термины Какие-то новые вещества или новые частицы Я напомню, что в конце девятнадцатого века, в начале двадцатого века Активно разрабатывалась теория эфира И на полном серьезе эфир стоял на первом месте в таблице Менделеева перед водородом И эфир считался остовополагающим, как бы это сказать, нулевым элементом во всей Вселенной Но, к сожалению, к тридцатому году, уже в начале тридцатых годов прошлого века Двадцатого века Начались, ну, мягко скажем, гонения на эту теорию эфира Несмотря на то, что достаточно большой математический аппарат был разработан для этой теории И расчеты проводились по этой теории И публиковались научные статьи в научных журналах С использованием этой теории Но по каким-то неведомым мне причинам эта теория была отвергнута Официальную версию вы можете найти в интернете Почему теория эфира была отвергнута Но уже начиная где-то с шестидесятых-семидесятых годов В западных научных кругах возникла проблема Как объяснить при квантовых экспериментах те или иные несостыковки Несостыковки с теорией Эйнштейна Несостыковки с предыдущими наработками в области квантовой теории И эти размышления привели ученых к тому, что необходима какая-то еще дополнительная надстройка Над квантовой теорией, которая бы это объясняла Которая давала бы тот математический аппарат, который необходим для описания непонятных процессов Необъяснимых процессов И со временем эта теория, которую сейчас используют Это теория струн, супер струн, а также М-теория М-теория не имеет отношения к теории струн или имеет опосредованное отношение Я целенаправленно избегаю подробного рассказа об этой теории Потому что это обзор книги, прочитанной, которую я сейчас делаю для того, чтобы побудить тех, кто смотрит это видео Обратить свое внимание на эту теорию Если вам это интересно, то вы можете прочитать эту книгу А также остальные книги, которые я демонстрирую вам на экране Например, вот теория струн Стива Надиса и Шинтаньяу Брайан Грин, Элегантная Вселенная А также Бартон Цвибах Начальный курс теории струн До новых встреч Подписывайтесь на мой канал Ставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео И желаю вам успехов и до новых встреч